Добрый вечер! Вы смотрите телеканал Ветта. Это Вечерний Вестник. О главных событиях дня расскажу я, Максим Суханов, и наши корреспонденты. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утренний релакс. В новом сезоне в Триумфе появятся концерты под названием «Все утро мира». В Перми планируют возобновить работу мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. Об этом в ходе прямого эфира в группе краевого правительства сообщил замминистра здравоохранения региона Евгений Камкин. По его словам, в пунктах вакцинации будут использовать назальную вакцину. Она более простая, более удобная для таких пунктов. В ближайшее время ожидаем небольшую партию. В первую очередь как раз направим эти насадки в передвижные пункты. Препарат состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели. Что касается эпидемиологической ситуации в регионе, то в Пермском крае за прошедшие сутки выявили 1193 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне этот диагноз также поставили более тысячи раз, что стало максимумом с начала весны. Новые случаи заболевания были выявлены в 32 территориях Прикамья. При этом за минувшие 24 часа в Пермском крае не зафиксировано летальных случаев. Всего же с начала пандемии в регионе коронавирусом скончались, от коронавируса скончалось 8 862 человека. В преддверии 300-летия краевой столицы активно продолжаются работы по благоустройству городских парков и скверов. К слову, многие не ремонтировались десятилетиями. Всего в течение года в порядок приведут около 40 зеленых территорий. Работы проводятся не только за бюджетные деньги. В преображении общественных пространств участвуют крупные предприятия Прикамья, частные инвесторы и меценаты. Тему продолжит Екатерина Рухтина. Сквер парижских коммунаров в Ленинском районе Перми благоустроят. Раньше здесь не было ни одной лавочки, а теперь будут и новые пешеходные дорожки, и места для отдыха и клумбы. Инициатором этого преображения стали местные жители. Выступили с инициативой, создали проекцию местной администрации, выделили деньги. И вот у нас получается реконструкция парка. Парк является в основном, конечно, проходной, но пытаемся сделать из него прямо зону отдыха. Этот проект, среди прочего, можно назвать еще и уникальным. Местные жители при разработке концепции сделали акцент на экологичность. Уникальность этого проекта в том, что здесь используется полимер песчаные материалы. Вот такая вот плитка. Она изготавливается из песка, пластиковых отходов и красителя. Получается, что весь пластик, который пермики собирают у себя во дворах, в итоге, после переработки, получит вторую жизнь и будет использован на благо города. Новой жизнью заживет и еще один городской сквер имени Дзержинского. Ремонт здесь идет в рамках реализации проекта Перм-300. Благотворительную помощь оказывает и компания «Метафракс». Большая часть работ уже сделана. Подрядчик идет с опережением графика, поэтому сдать объект планируют уже в ноябре этого года. Сейчас осталось уложить плитку, завершить озеленение и установить лавочки. Выставляется 30 лавочек у нас вокруг фонтана, без спинок, и 26 лавочек и урна на места, специально отведенные в зону отдыха. По муниципальному контракту планируем высадить гортензию, 250 кустов и голубые ели, 7 штук крупномеров, со стороны улицы Екатерининской. На финальной стадии – ремонт бульварной части по улице Крупской от площади Дружбы до улицы Макаренко. Здесь городские власти обновили пешеходные дорожки и газон. Скоро появятся новые лавочки, а также впервые установят детский игровой комплекс. Не так давно приступили к ремонту второй части бульвара по улице Крупской от улицы Макаренко до улицы Ушинского. Работы по обустройству асфальто-бетонного покрытия велодорожек, проводятся работы по замене газонной части и также подготовке основания под плитку. Сдать объект планируют также этой осенью. Екатерина Рухтина, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». Сегодня в СМИ появилась информация о возможном повышении стоимости проезда в общественном транспорте Перми. В социальных сетях появился официальный комментарий администрации города. Сейчас не идет никакой речи о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Ежегодно рассчитывается экономически обоснованный тариф, который складывается из реальных экономических условий, в том числе и инфляции, затрат транспортных предприятий и количества перевезенных пассажиров. Этот показатель необходим Департаменту транспорта для внутренних расчетов и определения объемов транспортной работы. Сейчас приоритетом отрасли является работа по повышению собираемости платежей, которая положительно скажется на доходной части. С начала года на нарушителей составлено 5,2 тысячи протоколов за безбилетный проезд. Общий объем назначенных штрафов за этот период составляет полтора миллиона рублей. Изначально появилась информация, что администрация города представила в Комитет по бюджету Думы основные направления налоговой и бюджетной политики на ближайшие три года. В частности, якобы власти предлагают повысить стоимость проезда в пермских трамваях и автобусах с 2023 года. Где также отмечается, что во втором квартале в общественном транспорте продолжился рост числа безбилетников. И со слов заместителя председателя городской контрольно-счетной палаты Светланы Петерс, если меры по повышению собираемости за проезд будут неэффективными, то увеличение тарифа ляжет на плечи добросовестных пассажиров. Автомобилисты вновь жалуются на состояние дорожного полотна на коммунальном мосту. В последний раз его ремонтировали в 2019 году. Сооружению в этом году исполнилось 55 лет. И со слов экспертов, плановые цикличные работы должны происходить раз в три года. Какие дефекты видны уже невооруженным глазом и будут ли ремонтировать мост в самое ближайшее время, выяснила Полина Преснякова. Колея глубиной до двух сантиметров, выбоины, просадки и разрушение верхнего покрытия дорожного полотна. Так спустя три года после благоустройства выглядит коммунальный мост. И если по старинной русской традиции летом выбоины можно объехать, о том, как передвигаться по данному участку дороги осенью, у автолюбителей возникают вопросы. Колея постоянно образуются. По-видимому, грузовые машины ездят, хотя я вижу, висит знак, запрещен грузовому движению. А сейчас за каму возят грунт. И КАМАЗы огромные ездят по мосту по коммунальному. Не знаю, кто это разрешает. Дальше проложены металлические сегменты у моста, отгорожены металлическими поперечинами. И постоянно ты на них скачешь, как кенгуру. Я думаю, что на сегодняшний день он более даже, наверное, чем в удовлетворительном состоянии. Потому что было время, когда он был в худшем состоянии, и дорожное полотно было в худшем состоянии. Но ремонт стыков и вообще, в принципе, устройство стыков – это, наверное, единственное, к чему есть замечание. А так в целом не хуже, чем другие. В этом году коммунальный мост отмечает юбилей. 55 лет с момента сдачи в эксплуатацию. Срок немаленький, поэтому необходимо поддерживать его состояние плановыми ремонтными работами. Это позволяет, во-первых, обеспечить безопасность движения, во-вторых, защитить само сооружение для его функционирования. Только подумайте, в сутки своеобразным проводником между левой и правой бережной частью Перми пользуются больше 29 тысяч автолюбителей. Причем это только в одну сторону. Летом к этой цифре можно смело прибавить пару сотен пешеходов и велосипедистов, которые передвигаются по тротуару. К слову, к его состоянию тоже есть вопросы. Асфальтобетонное покрытие тротуара имеет износ больше 80%. Внешне выглядит безопасно. На самом деле на голых участках происходит износ железобетонных конструкций, пролетных строений моста, что может привести к уменьшению грузоподъемности сооружения. На данный момент сложно сказать. Столь теперь мягам ожидать обновления данного участка уличной дорожной сети в 2022 году. Сегодня средства из бюджета на обновление коммунального моста не выделены. Поэтому, возможно, совсем скоро вместе с зимней резиной придется запасаться еще и стальными нервами. Полина Преснякова, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Дзержинский районный суд Перми арестовал местную жительницу, которая подозревает в убийстве женщины и ее ребенка из Башкирии. Она будет находиться в СИЗО до 22 октября. Жительницу Башкортостана и ее пятилетнюю дочь убили в селе под Краснокамском, а их тела закопали в лесу. По подозрению сразу попала подруга убитой, в которой женщина приехала в гости. Известно, что в качестве убийцы выступил знакомый Пермячки. Ему также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина сначала зарезал мать, а потом задушил ее дочь. В настоящее время возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле в центральном аппарате. На улице Голева в Перми один из многоквартирных домов оказался изолированным. Проехать к подъезду не представляется возможным по причине установленных заборов рядом стоящих зданий. Жильцы обеспокоены, что в случае ЧП ни пожарная, ни скорая пробраться к дому не смогут. В ситуации разбирался Виктор Козеев. Соседство с двумя учреждениями образования обернулось для жителей дома 10А по улице Голева неожиданными проблемами. Раньше к дому было два подъезда. Но сначала свою территорию огородила школа и перекрыла один подъезд. А потом то же самое сделали и владельцы студенческого общежития. Вот он, единственный проезд к дому на Голева 10А. Перекрыт воротами, висит новый замок. Теперь у владельцев автомобилей не осталось другого способа попасть к себе домой, кроме как по тротуару мимо школы. У нас была дорога, дорога, получается, вдоль общаги. Вот. И они поставили железный забор. То есть, получается, сейчас подъезда вообще никого нет? Нету подъезда, да. Только по тротуару. А когда забор поставили? Ну, примерно месяц назад. Прорывают транспортную блокаду разными способами. Одни оставляют машины во дворе соседнего дома. Места там не так много, и кто-то паркуется прямо на газоне. Другие на свой страх и риск едут домой по тротуару. Другой важный вопрос – как к дому проедет скорая помощь или пожарная машина в случае ЧП? Это получается тротуар, да? Да. А как думаете, пожарная машина здесь может большая? Нет. Как она там заедет? Около школы? Никак. В администрации Дзержинского района нарушений не увидели. И фактически предложили водителям ездить домой по тротуару мимо школы. Ограждение установлено строго в границах отведенной территории. Полномочия по принудительному демонтажу отсутствуют. Доступ к дому возможен по землям между многоквартирным домом по улице Голева, 10А и школой. В крайнем случае чиновники предложили жителям установить серветот. Виктор Козяев, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Пермская целлюлозно-бумажная компания проводит работы по строительству нового водовыпуска. Действующий водовыпуск предприятие эксплуатирует уже более 40 лет. Новый объект станет не только современнее, но и значительно экологичнее своего предшественника. Тему продолжит Анастасия Петухова. Водоворот событий в Голованово. ПЦБК этим летом приступил к строительству нового объекта очистных сооружений. Работы проводились на воде и на суше. Чтобы показать весь объект целиком, нужно быть водолазом. Ведь самое интересное скрывается там, под водой. Трубу прокладывали по дном реки. Протяженность участка невидимого нашему глазу 500 метров. Еще 100 метров на берегу. Все вместе называется водовыпуск. Это конечная станция, когда воду в прямом смысле этого слова выпускают. Возвращают в родное русло реки. Но прежде несколько этапов очистки. Сначала механическая. В этих резервуарах воду медленно помешивают. Под действием сил гравитации она освобождается от мелких частиц. Ну а после на помощь приходят полезные микроорганизмы. Вообще по проекту очистные сооружения рассчитаны на 57 тысяч кубометров в сутки очистки. Но сейчас объемы намного меньше. Сейчас порядка 30, чуть больше. Ну за счет модернизации, за счет экономии воды, новых технологий. Модернизация биологических очистных сооружений – это часть большой экологической программы предприятия. Прежний водовыпуск служил ПЦБК более 40 лет и теперь отправляется на заслуженный отдых. Водовыпуск в этом тысячелетии в Пермском крае еще никто не строил. Мы используем для монтажа нового водовыпуска полностью современные российские полимерные трубопроводы. Ожидаемый срок службы будет 70 лет, что практически в два раза больше, чем тот трубопровод, который был в советское время построен. Прежде чем приступить к работе, была проведена государственная экологическая экспертиза. Предприятие получило все разрешения, в том числе на строительство в реке и водоохранной зоне. Завершить работы планируется в этом году. Анастасия Петухова, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». Когда будет сдан в эксплуатацию стационар городской детской больницы в Березниках? Почему в Кунгуре уже второй месяц закрыт стадион труд? И какие деревья в краевой столице самые возрастные? Более подробно об этих новостях расскажет моя коллега Екатерина Рухтина. Катя, добрый вечер. Тебе слова. Добрый вечер. Капитальный ремонт городской детской больницы в Березниках вновь приостановили. И в администрации не смогли уточнить, когда уже стационар будет сдан в эксплуатацию. По словам чиновников, сейчас проектная и рабочая документация проходит проверку в управлении государственной экспертизы Пермского края. После корректировки проекта и определения окончательной стоимости реконструкции, власти будут принимать решение о продолжении работ. Стоит отметить, что капитальный ремонт стартовал еще в 2010 году. С тех пор на стройке успели смениться несколько подрядчиков. В Кунгуре уже второй месяц стадион труд закрыт на реконструкцию. Все это время на поле работает спецтехника. С поля вывезено несколько десятков грузовиков грунта, завезен песок, ПГС и щебень для отсыпки беговых дорожек и футбольного поля. Сейчас строители монтируют дренажную систему. Новое поле позволит проводить соревнования регионального уровня. Также отмечается, что работы идут по графику. Завершить работы по договору подрядчик должен осенью 2023 года. Житель Перми изучает большие деревья города. Цель коллекционера составить реестр возрастных деревьев Перми. Сегодня в него уже занесено 63 дерева из парка Горького, Черняевского леса, сквера Уральских добровольцев, сквера Решетникова и Театрального сада. В настоящее время в список, составленный коллекционером, вошли липы, ивы, тополя, сосны, вязы, березы, лиственницы, ели, пихты, яблоня, кедр и дуб. Например, в списке есть тополь с обхватом ствола больше 4 метров, ивы с диаметром ствола больше 3 метров, сосны и липы до 3 метров и не только. Сегодня пополнить реестр больших деревьев может каждый. Горзелинстрой объявил конкурс «Зеленые атланты Перми». Его цель – дополнить и составить реестр возрастных деревьев-гигантов. Главное условие – обхват ствола дерева должен быть больше 1 метра. А само дерево должно находиться на территории Перми. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть чем поделиться, напишите о своих новостях в мессенджеры телекомпании «Ветта». Для иллюстрации обязательно добавьте пару фотографий или видео объектов вашей новости. Мы ждем ваших новостей по этому номеру через мессенджер, вайбер или телеграм. Делитесь своими новостями со всем пермским краем. На этом у меня все. Новый день под звуки барочного ансамбля. В частной филармонии «Триумф» придумали необычную акцию «Музыка по утрам». Играет живой ансамбль. Для кого и для чего будут проводить такие концерты, расскажет Полина Рифа. Если вы всегда считали себя совой и слегка завидовали жавором, кому теперь есть повод наконец заставить себя почистить перышки пораньше, концерт для утренних пташек состоится в частной филармонии «Триумф». Это и эксперимент, и премьера. Именно утренних концертов вообще в целом, как будто именно в индустрии концертных их нет. Первая «Ласточка» концерта запланирована на грядущие выходные. Не случайно, конечно. Последнее воскресенье лета. Это получится немножко ностальгический концерт, как раз для того, чтобы прочувствовать это уходящее лето и успеть поймать последние теплые денечки и впечатления. «Все утро мира». Название события позаимствовано у книги французского писателя Паскаля Киньяра. Ее сравнивают с маленьким воздушным безе. Так что музыкальная программа в каком-то смысле созвучна этому вкусу. В афише имена Морена Море, Жан-Фарри Ребелле и Жан-Филипп Рамо. Золотой фонд эпохи барокко. Музыка, которую мы будем играть, она не предназначалась для концертных залов. То есть это музыка дворцов, это слушали очень ограниченные. То есть это музыка комнатная, камерная. Это слушали ограниченное количество людей. То есть просто люди не могли услышать этой музыки никак. Так что у нас с вами появляется возможность в некотором смысле составить компанию этим господам. Тем более с точки зрения эстетики концерт обещает быть весьма симпатичным. В фойе старинного здания филармонии лучи восходящего солнца сольют все с прекрасной музыкой. Мы сделали такой вот велкам кофе. Это будет бесплатный кофе для всех, кто желает проснуться. Потому что думаю, что утром он будет необходим в любом случае. У нас будут тоже рассадки немножко необычные. У нас будут диваны, как вот этот. Кто желает стулья, пуфики. Где можно просто прилечь и даже где-нибудь даже доспать. Предложение заманчивое. Если эксперимент придется нам по вкусу, утренние концерты в Триумфе приживутся. И кто знает, может ранних пыташек в этом городе станет значительно больше. Полина Рифов, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». На этом пока все новости. Сразу после выпуска смотрите программу «Эх, дороги». Подписывайтесь на наш телеграм-канал и участвуйте в конкурсе. На этот раз мы разыгрываем набор автомобильной косметики. Все подробности в закрепленном сообщении. Спасибо, что вы с нами. До встречи. Будьте здоровы и не переключайтесь. Продолжение следует.